Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Когда мы рассуждаем об ученичестве, каждый из нас, наверное, хотел бы быть тем учеником, тем последователем, который был бы благословен в жизни своей. Делал бы то, что Господь хочет, чтобы Он делал. Иногда мы сидим и думаем, ну, Господи, Ты использовал великих на этой земле. Ты использовал тех, которые прославили Тебя. А что я могу сделать? Кто я такой? Я недавно позвонил одной семье. Недавно в церкви. Они прекрасные люди. Они прекрасные люди. Как-то едут в машине. Мне пришло такое. Позвони. Звоню. Я говорю, слушай, как дела? Я говорю, слушай, да что-то в суете. Что-то редко на служениях бываю. Я, знаете, я был удивлен, потому что это не те, которые, знаете, ну, ослабли. Это не те, которые упали. Это не те, которые отошли от Господа. Это те, которые любят Бога всем своим сердцем и всей своей душой. Я замечаю это по себе. Как только ты чуть-чуть осуетишься, как только ты чуть-чуть где-то начинаешь больше заниматься какими-то делами, ты начинаешь терять тот внутренний ориентир, который есть у тебя. И когда ты начинаешь молиться, когда ты начинаешь поститься, когда ты начинаешь искать лица Божьего, что-то внутри тебя происходит. Это то, о чем я говорил, что Писание говорит, что А Бог Духом Святым открыл нам. Послушайте, есть вещи, которые не придут от разума, не придут от нашего интеллекта, не придут от нашего образования. Они должны прийти из глубин Царства Божьего, которое ты должен, углубляясь, получать это. Углубляясь в Божье Слово, углубляясь в отношения с Господом, в молитве. Нам нужно прилагать эти усилия. Представляете, апостол Павел приходит в Листру. Ему говорят, слушай, тут есть такой парень, он такой, знаешь, ну он не такой, как все. А что с ним не так? Ну у него, знаешь, мама иудейка, а папа у него елен. Он не из обрезанных, и он как бы, ну, он как вроде вот пришел, ну вот мы тут иудеям служим, но он как-то, он вроде как мама иудейка, но он как вроде не иудей. Апостол Павел посмотрел, а кто он такой? Кто он такой? Это Тимофей, вот тут, молодой парень. Павел говорит, я возьму его с собой. Идеяне описывает нам историю, что Павел берет Тимофея, молодого отрока. Он говорит, слушай, мы будем служить иудеям, тебе нужно будет, чтобы они приняли, тебе придется обрезаться. Тебе придется кое-чем жертвовать, тебе придется проходить через какие-то трудности, тебе придется пройти через определенное смирение, тебе придется пройти со мной. Тимофей, молодой отрок, который еще не знает, кто он, то ли он елен, то ли он иудей, то ли он христианин. Он вообще запутался, наверное, в этой жизни, он вообще не может понять, мама иудейка, папа елен, я пришел вообще ко Христу, кто я есть в этой жизни. И в это время Павел говорит, ты пойдешь со мной, ты пойдешь со мной. И он начинает привязывать его этим невидимыми нитями, он начинает соединять его с Царством Божьим. Он начинает его проводить через какие-то испытания, через какие-то трудности. И потом он в конце своей жизни пишет послание Тимофея уже, пастору самой большой церкви того времени. Пастору самой большой церкви того времени, которому уже 43 года. Царство Божье укрепилось в нем, утвердилось в нем. Бог положил печать свою, Бог много что сделал с ним. И апостол Павел пишет, Тимофей, возлюбленный мой, сын мой. Тимофей, ты много прошел со мной. Через трудности, через горечи, через сложные обстоятельства. Тимофей, ты через многое прошел со мной. Что он сделал? Апостол Павел сделал его учеником. Он послужил ему. И плод его служения, это самое большое в то поколение церковь. Я помню, что формировало меня, когда я был совсем еще ребенком. Я помню служения, которые отец сбрал меня, когда мы ездили, когда были ночами эти служения, когда были эти сестные какие-то молитвы, когда были какие-то конференции где-то. Мы ехали там за 500, за 700, за 1000 километров. Я не все понимал. Но что-то было внутри, что привязывало меня к Царству Божьему, к Божьему призванию. Что формировало меня, что давало мне опыт переживания Бога в моей жизни. Я помню, как встанут молиться, молятся там час-два, я не знаю, сколько они часом молились. Говорят, молятся, молятся. Я тоже уже молюсь. Господи, ну когда это уже закончится? Ну когда уже закончится? Я уже стоять не могу. Не все понимал. Не все осознавал. Но что-то Бог Духом Своим Святым производил внутри меня. Сегодня наши дети не все понимают. Им не все нравится. Они, может быть, ждут, когда... Знаете, какой проповедник закончит, когда? Я знал уже в церкви всех наших проповедников. Я знал, если Бродженя выйдет, это полтора часа проповеди. Это все просто. А там было четыре проповедника. Четыре проповедника. Все нормальные и Бродженя. Понимаете? Те по пять минут проповедуют. Ну по десять минут проповедуют. А этот сорок минут проповедует. Этот час может проповедовать. Но когда вы спросите меня, кого я помню из проповедников, то почему-то пятиминутных не помню, а этого запомнил на всю жизнь. Что-то Бог Духом Своим Святым делал с тобой. Почему я говорю об этом? Потому что, послушайте, мы не просто пришли ко Христу, чтобы хорошо провести время. Бог Духом Своим Святым открыл нам намного больше, чем было открыто другим людям. Смотрите, когда Иисус берет учеников, это записано в Луке 10 главе. 10 из первого стиха. После этого избрал Господь других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ангцев среди волков. Не берите ни мешка, ни субы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дома этому. Если будет там сын мира, то подсчет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме жатвом оставайтесь, съешьте, пейте, что у вас есть, ибо трудящиеся достойны награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, съешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем, и говорите им, приблизилось вам Царство Божие. Иисус берет 70 учеников. Он хочет пойти туда, куда Он хочет пойти. Написано, что Он послал их туда, куда Сам хотел пойти. В Марка Библия говорит, что Иисус высвобождает свое желание для поколений, для церкви. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Иисус хочет прийти в каждый поселок, Иисус хочет прийти в каждый дом, Иисус хочет прийти в каждый город. Иисус хочет прийти везде. И Он берет вот 70 учеников в Библии, и говорит, туда, куда хотел Сам пойти. То есть у Иисуса есть желание, поэтому Он готовит людей, которые бы выполнили ту функцию, которую Он хочет, чтобы она произошла. И Он им дает простое наставление. Идите, ищите людей мира, входите в эти дома, кушайте с ними, проповедуйте им, и кое-что еще делайте. Больных исцеляйте. Послушайте, нам нужно открывать себя для большего в Боге. Нам нужно жаждать большего в Боге. Не путем нашей, знаете, убеждений, споров. Мы иногда приходим к кому-то с наших друзей и знакомых, и мы пытаемся на уровне нашего, знаете, интеллекта убедить людей в том, что вот они нам задают какие-то вопросы, на которые у нас порой даже нету ответов. Я никогда не забуду, как пастор Петр Коваленко, который, говорит, стою возле церкви, делаю субботник, призвал всю церковь прибираться. И вот, говорит, мету вместе с одним братом. Говорит, я его, говорит, плохо знаю, говорит, я его видел только несколько раз в церкви. Вот мы метем, говорит, порог вместе. Начинаю с ним общаться. Кто вы, что вы? Он, оказывается, ректор университета местного. Он, говорит, мне же плохо стало. Ректор метет метелкой как-то, ну, как-то мне же, говорит, неудобно стало. Профессор. Говорит, слушайте, вы давайте посидите, я тут сам давайте все приберу, не надо ничего, вы вот тут вот. Он, говорит, да нет, вы что? И вот, говорит, я мету, он метет, я мету, он метет. Я думаю, надо что-то с этим делать. Такой умный человек. Этот умный человек говорит, слушай, а мои друзья тоже здесь называют еще каких-то профессоров. Я, говорит, сижу и думаю, Господи, как я вообще могу им проповедовать? Это светило наше местное. Я, говорит, давай читать книги. Я думаю, надо образовываться, надо какие-то новые слова научить, надо что-нибудь такое сказать, чтобы только они одни поняли, о чем я говорю. Молюсь. А Господь говорит, ты хочешь впечатлить этих людей своими знаниями? Они знают намного больше, чем ты знаешь. Ты хочешь впечатлить их своим пониманием жизни? Они тебе в отцы годятся, они жизнь видели, и Господь ему сказал, единственная причина, почему они в доме Господнем, и чем ты можешь впечатлить их, это своей искренностью, поклонению мне. У тебя есть то, чего нет у них, и они хотят это. Твой опыт отношения с Богом, твои переживания, твои молитвы, твоя искренность, в вере, в уповании. Первого Коринфянам, вторая глава, с первого стиха, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое, проповедь моя, не убедительны в словах человеческой мудрости, но являне духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей, которую никто из властей век этого не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не имел, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух же все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божье, никто не знает, кроме Духа Божьего, но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. на самом деле, Павел был очень образованным человеком. На самом деле, он действительно много достиг и в социальной сфере своей жизни. Он был высокого статуса человека, был член Синедриона. Но когда он приходит ко Христу, он приходит к заключению, что я не своей мудростью, не своими знаниями утверждал Царство Божье, а я утверждал этой силой Духа Святого, которая приходила мне от Святого Господа. Послушайте, если мы хотим дойти до конца, мы хотим оставаться быть Его учениками, нам нужно прилепиться может быть ты сегодня сидишь и думаешь, а кто я такой, чтобы Бог мог использовать меня? Но Писание говорит, что Бог избрал не мудрого мира сего, чтобы посормить мудрое. Как это может быть? Как мудрость может замолчать этого мира? Как мудрость может восхищаться чем-то? Только твоим опытом переживаний с Богом, только твоим личным свидетельством. Когда ты встанешь и скажешь, послушайте, я жил во грехе, я жил в зависимости, я был в проблемах, я был в трудностях, я Бога не знал, я искал какие-то пути, но Бог пришел ко мне и Он открылся мне. Потому что все, что впечатляет их, это наличие Его славы, наличие Его Духа, наличие Его благословения, премудрости, откровения. Вот это откроет двери для тех, которые сегодня не достигнуты. А мы иногда спорим, а мы иногда что-то доказываем, а мы иногда хлопаем дверью, а мы иногда выходим огорченные. Почему? Потому что мы так сильно хотели помочь, а они, им закрыто, они не понимают. А Бог говорит, послушай, углубляйся в познание истины, становись учеником, становись моим последователем, утверждай Царство Божие внутри себя, читай Божье Слово каждый день, молись каждый день, найди того, кто в Боге больше, дольше, кто открыт для тебя, чтобы помогать и служить тебе, привяжись себя к Нему. Я помню, когда мы были со всеми молодыми верующими, мы приехали, мы начали служить, я помню, как Сережа Журавлев, знаете, он каждый день ко мне приходил, каждый день, придет ко мне и сидит, придет ко мне и сидит. Сережа, пошли туда своим, пошли, давай объявление расскажем, давай. Слушай, Сережа, ты мог бы вот это сделать? Да, конечно, мог бы. Слушай, Сережа, ты это, давай вот здесь вот, а ты мог бы то? Я помню, как он, он же не умел ни играть, ни петь, ничего. У нас там была такая гитара треснута. Сережа, ты мог бы попробовать как-то вот, не знаю, ну, давайте попробую. Вот, знаете, и вот это время, которое мы просто проводили вместе, оно формировало его, оно формировало его. И до сегодняшнего дня он тот, который делает великую работу для Царства Божьего, только потому, что он открыл себя для того, чтобы кто-то в его жизни взял его, не закрывал свой дом. Знаете, иногда они приходят не вовремя, иногда мы слишком заняты, иногда они нам становятся в тягость. У нас, кроме них, есть еще какие-то дела. Я ни разу не отказал ему, ни днем, ни ночью, в любое время. И он приходил, и Бог что-то делал с ним. Это не были какие-то семинары о лидерстве, это не были какие-то, знаете, великие откровения. Это было обычное путешествие веры вместе. Расклеить объявления, сходить на служение, встретить людей, провести кого-то, помочь с похоронами, провести чью-то свадьбу. Просто суета в каждом дне жизни, которая, может быть, порой ты смотришь и думаешь, я слишком много в суете, и она бессмысленна. Вот эта суета бессмысленная формирует, а потому апостол Павел потом пишет, «Тимофей, мы прошли с тобой, Тимофей, мы были с тобой, Тимофей, у нас было много общего, нас гнали, нас преследовали, нас не принимали, ты протерпелся много, тебе пришлось обрезаться, чтобы быть принятым, тебе пришлось через многое пройти, Тимофей. Но сегодня ты уже великий муж Божий. Сегодня пишу тебе, как не тому, который не знал, кто ты есть в этой жизни, а тому, который сегодня ведешь большую церковь, потому, «Тимофей, хочу еще кое-что тебе сказать, сын мой возлюбленный, ты много со мной еще прошел, ты многое натерпелся в этой жизни». Продолжай это делать, продолжай следовать, продолжай служить, продолжай утверждать Царство Божие. Почему? Да потому, что однажды я взял тебя и начал идти вместе. Насколько мы обращаем внимание? Кому мы могли бы послужить? Кого мы могли бы принять в свою жизнь? Кому мы могли бы просто в каждом день нашей жизни утвердить Царство Божие внутри их? У тебя есть этот Тимофей в жизни? У тебя есть этот Павел в жизни? У тебя есть тот, когда ты чувствуешь, что я где-то не справляюсь, мне нужен, чтобы был Павел в моей жизни? Мне нужен, чтобы он взял меня, чтобы он сказал мне, что нужно делать? Я еще не все знаю, я не все понимаю. Чтобы то, что формировало. Знаете, спустя 28 лет мы с Сергеем Рафаиловичем уже не встречаемся каждый день. Мы уже не проводим столько времени, как мы проводили, но мы стали соработниками на его Ниве, где стараемся помогать уже другим, и он это делает. вот это и есть ученичество, вот это и есть влияние, вот это и есть то, когда мы думаем, да, да что он понимает, да зачем ему надо, да, да у него дела какие-то свои, да и я делаю не такое важное дело. Просто время в тишине, просто время за столом, за чашкой чая, просто время, которое вы провели вместе, оно оказывает колоссальное влияние на вашу жизнь и на жизнь тех людей, которые идут вместе с вами. Мы говорим об ученичестве. Я помню, когда я был маленький, и мы ездили, каждый год мы ехали в Белоруссию, каждый год мы останавливались у сестры Зины, я не мог понять, я думал, что она, ну наша тетя Зина, она, ну наша тетя, ну тетя, но когда я вырос, я подрос, я понял, что она вообще нам не родственница, она нам не была родственницей. Но когда я уже мог себе позволить иметь какие-то средства, отец сказал мне, сынок, она много послужила мне, она много послужила нам, не оставь ее. Она одинокая, не оставь ее. Когда у тебя есть возможность помогать ей, благословляй ее. вы знаете, вы знаете, эта женщина, которая просто была той женщиной, которая однажды открыла свой дом, чтобы впустить солдата, который пришел в ее дом, который еще не все понимал, не все знал в этой жизни. Он искал Бога, но еще не знал его. И это была та женщина, которая открыла свой дом для него, чтобы просто накормить его, чтобы просто послужить Ему, чтобы просто поинтересоваться, как у Него дела. Она вела Его всю свою жизнь до смерти. Она была той, которая формировала Царство Божие внутри моей семьи, которая помогала и служила моим родителям. И когда уже она составилась, то Отец заповедал мне заботиться о ней и помогать ей. Я посылал ей поддержку, я посылал ей какую-то помощь. Я старался как-то до смерти заботиться об этом человеке, потому что она немало послужила нам. Послушай, ты хочешь инвестировать в свою старость? Ты не знаешь, что будет с тобой? Писание говорит, помните наставника вашего. Помните тех, кто послужил вам. Ты не знаешь, кому служишь. Но может быть это лучшее выложение в твоей жизни, принимая кого-то, служа кому-то. В старости не остаться одиноким. В старости, которая придет в твой дом и которая будет благословением для тебя, через своих детей и сам. Ты не знаешь. Поэтому делай учеников. Делай много учеников в своей жизни. Потому что когда они вырастут, они никогда не забудут твое влияние, твое отношение и твою любовь. Никогда. Послушайте, нам нужно откровение о Царстве Божьем. Нам нужно, чтобы Бог открыл нам то, чего не открыто тому миру. Через познание выстины, через личное общение с Господом, через молитвы. Для этого мы делаем домашние группы. Мы иногда пренебрегаем. А зачем эта домашняя группа? У меня и так дел много. Послушай, через этот личный опыт отношений с Богом. Когда мы становимся учениками, и мы приобретаем учеников. Когда на ячейку приходит какая-то, знаете, может быть, простая женщина, которая каким-то образом просто вот, вот у вас там 10 человек, а она как-то вот, ну, прилепилась к тебе, она как-то общается с тобой, она по званию тебе. Иногда она звонит не вовремя, иногда она звонит ночью, иногда она звонит, когда ты на работе, когда тебе не до нее. И ты даже где-то какой-то дискомфорт испытываешь. А ты даже не знаешь, что ты просто служишь ей этим. Ты формируешь в ней. Ты помогаешь ей. Когда твое элементарное внимание к этому человеку утверждает Царство Божие в ней, формирует и делает ее сильной в Боге. Помогает ей расти в познании истины. И потом она свидетельствует о тебе, что вот есть у нас сестра такая, вот она вот такая-то, а ты слышишь о себе и думаешь, да нет, ну что я, какая, да я вообще, я же ничего в ее жизни не... Ну подумаешь, позвонила, подумаешь, не отказала, подумаешь, ободрила, подумаешь, ну посидел или помолчали, ну пригласила чай побить. Да я же ничего не сделала. А этот человек так возвышает тебя. Этот человек так восхищается тобой. Сколько раз мы такое встречали, когда мы думали, ну, да мы ничего не сделали, а люди восхищались нашим отношением. Люди восхищались нашей добротой, нашей щедростью, а мы ничего особенного не сделали в их жизни. Мы смотрим и думаем, как так? А знаешь как? Потому что для тебя это было легко, а для них это никто никогда не делал. Их никто никогда не позвал в свой дом. Им никто никогда не предложил чашку чая. Им никто никогда не сказал доброго слова. Они в своей семье, может быть, натерпелись от своих родных больше, чем от чужих натерпелись. И ты единственный тот человек, который стал ближе, чем их родной брат или сестра. Ученичество, великая сила. Хотим ли мы исцелять больных? Хотим ли мы достигать людей неубдительными словами, а правлением силой духа? Нам нужно становиться учениками Иисуса Христа. Нам нужно смиряться пред Ним, чтобы открывать перспективы в Боге. Исцеление не только физическое. Иногда элементарное прикосновение к чьей-то руке приносит великую благодать Божью и исцеление их дух, чтобы формировать их сильными. Редактор субтитров А.Семкин